Спасибо большое за представление, за то, что вы меня пригласили на этот конгресс, и особенно во время Белых ночей. Тема моей презентации будет это молекулярные маркеры в отношении немногоклеточного рака легких продвинутых стадий. Я являюсь патоморфологом, я работаю в университетской больнице в Базеле. Таракальная патология – это моя тема, я специализируюсь на этом, и я, в общем-то, достаточно активно занимаюсь предикативными маркерами в диагностике рака легких различных форм. Это то, о чем мы будем говорить. Сначала мы будем говорить о современных методах, в частности, сейчас это четко ясно, предикативные маркеры для мутации ЭГФА, эндотелиального фактора роста рецептора, новые технологии, новые появляющиеся бемаркеры, которые появляются на рынке, которые являются в нашей практике. Это различные генетические панели, секвенирование, генное секвенирование последующих поколений. Мы будем говорить о жидкостной биопсии и будем говорить об иммуном анализе, в частности, ПДЛ-1. Это молекулярные сабтипы немелкоклеточного рака легких, неплоскоклеточного рака легких. Мы говорим о демокарциномах, немелкоклеточных рак легких. Это иммуногистохимические фенотипы аденокарциномы. Мы не будем говорить о стратификации, потому что существуют определенные стандарты, которые приемлемы в патологии в отношении аденокарциномы, немелкоклеточного рака легких или плоскоклеточного рака легких. Сейчас мы начинаем, прежде всего, не плоскоклеточный рак легких, а демокарциномы и фенотипы аденокарциномы. И затем мы делаем субстратификацию. Как видно здесь, из суммирующей информации, одна треть всех случаев мы все так не знаем молекулярные биомаркеры данных карциномы. И в двух третьих случаях существуют определенные молекулярные движущие, скажем так, силы, биомаркеры, которые будут являться нашими терапевтическими целями. Самая большая – это мутация КЕЙРАС, в гене КЕЙРАС. Это отличается от мутации ИГФ, это 60-70% в Европе, то есть мутация в рецепторе эндотелиального фактора роста, а это стандарт нашего лечения. Очень много различных молекулярных альтераций, изменений, которые тоже могут являться нашими терапевтическими целями, хотя они, в общем-то, в очень небольшом процентном отношении представляют фенотипы опухолей. Но могут играть роль также в развитии рака легких. Мы будем говорить о обе раф и о других моментах. Не все препараты сейчас уже одобрены, но процесс идет. Это у нас рекомендации, разработанные в Швейцарии, между патоморфологами и цитологами. Как мы вообще занимаемся этим? Какой алгоритм существует? Прежде всего, мы определяем субтип аденокарцинома, фенотип аденокарцинома. Если мы, например, работаем с продвинутыми стадиями 3B или 4, но стадия 4 – это метастатическая стадия, и мы обсуждаем эту тему с онкологами, проводим анализ на мутации. Обычно включает вот эту панель и GFR – рецепт эндотелиального фактора роста. У нас хорошая разработанная технология. Также Кейрас и герцептин-2 рецепторы ГР2 и БИРАФ. Мы используем продвинутые панели генотипирования и секвенирования. Мы проводим иммуногистохимию для АЛК и реактивных форм кислорода. Ну, например, это где-то 7-8% пациентов, у них имеются вот такие фенотипы. Мы не ждем результатов мутационного анализа. Приблизительно это занимает 5-7 рабочих дней. Если это отрицательный анализ, через 5 дней, например, если ФИШ-АЛК, мы выполняем, и затем подтверждаем реактивные формы кислорода ФИШ. И затем, если смотрим положительное или отрицательное анализ, если все отрицательное, наши онкологи говорят о том, что нужно сделать анализ РЭД с использованием ФИШ. Это достаточно сложный алгоритм, но это становится стандартом в нашей работе. Конечно, сложно работать со всеми этими анализами, потому что те материалы, те образцы, которые мы забираем, это небольшие биомаркеры, небольшие биопсии. У нас имеются и тетологические образцы. Мы подготавливаем это все. Прописаны определенные рекомендации во многих руководствах. Вообще, как обращаться с этими образцами для проведения вот этого анализа, о котором я говорю? Я не только смотрю биопсию, а кто-то смотрит на стекла, выполняет тетологический анализ. У нас имеются определенные приоритеты. То есть, какой материал нужно подвергать какому анализу. Также мы делаем подготовительную работу. Подготавливаем срезы тканей для работы с маркерами. Мы сразу же начинаем этот анализ. Мы не выжидаем. Мы делаем сразу же иммуногистохимию или фиш-анализ. Аналитические требования существуют. И рекомендации все прописаны. Необходимо делать стандартизированным образом. Надо фиксировать ткани в 10% нейтральном буферном формолине. И время фиксации приблизительно от 6 до 48 часов. То есть, приблизительно это 3 дня. Иначе это будет отрицательный результат. И это будет связано именно с недостатками подготовки образца. Также мы делаем цитологический анализ. Извините, к сожалению, микрофон выключен или что-то случилось с микрофоном. Это образец цитологического материала. Также мы производим экстракцию ДНК для тестирования на мутации. Мы обязательно делаем несколько образцов для того, чтобы... Во-первых, один образец будет архивированный, другой мы проводим исследование. Тысячи, тысячи, сто тысяч клеток на слайде. То есть, на вот этом предметном стекле. Мы подготавливаем зоны для анализа фиш, для реарранжировки. И, например, вот для NHLS реарренджмент. Когда мы посмотрим на стандарты нашего лечения, прежде всего, как уже было сказано, существуют различные анализы, можно тестировать на мутации. Все это требует, как минимум, минимальное количество клеток. Или иногда нам нужно обогатить вот этот... для того, чтобы обогатить образец, если, например, ДНК растворено, растворилось, и мы не можем произвести экстракцию ДНК. Поэтому вот это обогащение очень важно. Но мы это делаем или с помощью оборудования, или делаем это вручную. Для анализа ALK... Стандарт следующий. Прежде всего, от ФИШ. Это флюоресцентное исследование. Обязательно должен быть очень опытный патолог, который понимает и знает, как это делать и как интерпретировать эти данные. Затем иммуногистохимия, как уже говорили. Это достаточно еще хорошая технология, которая серьезно используется. Существует определенный алгоритм. Также мы используем ПЦР обратной транскрипцией, NGS, то есть расширенную генетическую панель. Также мы оцениваем качество исследования. Существует так называемое исследование RING, которое прежде всего занимается обеспечением качества тех анализов, которые были сделаны. И затем в течение пяти рабочих дней мы предоставляем результаты. Я уже говорил, следующие маркеры. Существуют разные маркеры. Например, мы считаем, что KERAS не является предикативным маркером, но очень интересно иметь эту информацию, поскольку он может быть связан с другими драйверами. Если, например, если у нас мутация есть KERAS, то мы можем уже не искать другую мутацию, потому что мутации самоисключающиеся. Что касается для менее частных предиктивных маркеров, молекулярных маркеров, мы обсуждаем этот вопрос с нашим онкологом. Как вообще конкретно в каждом случае поступать с пациентами? У нас имеются определенные ключевые техники, технологии для предикативного анализа маркеров. Это мутационный анализ, потому что мутация является основным предикативным маркером рака легких. Затем мы делаем FISH или ин-ситу гибридизация флюоресцина, с помощью флюоресцина. Также иммуногистохимию. И техника иммуногистохимии является универсальной. Это универсально для всех лабораторий. В некоторых условиях вам необходимо определить статус предикативного маркера. И также мы выполняем обратную транскрипцию ПЦР. Давайте перейдем сейчас к первому типу мутации, новому распространенному. Это мутация GFR, или же рецептора эпидермального фактора роста. Он является нашим клинической целью 2005 года, когда мы начали осуществлять подобный тип анализов. И в скорости спустя вышла статья, которую вы здесь видите, перечисляющая все возможные мутации, которые, в принципе, могут быть обнаружены. Они располагаются по четырем территориям рецепторов эпидермального фактора роста. Самая важная группа – это 18-я и 19-я. И они акцентируют ингиберы опухолей, также синстезируют и устойчивые мутации, которые часто находятся по 18-й группе. Мы начали секвенсировать их с помощью секвенсирования нового поколения. Поэтому здесь у нас есть на что посмотреть микроскоп, но нам нужно понимать, что циологически мы выделяем правильный материал и доносим его до нашей молекулярной лаборатории. Это не так, чтобы сложно, это относительно просто. Вот наша хиобилоксия. Здесь вы видите твердую опухоль, ткань твердой опухоли. Это та ткань, которая у нас здесь. В данном случае мы хотим обогачить ее, извлечь из нее обычную легочную ткань, очистить ее. Путем экстракции это можно сделать с помощью скальпеля, увеличивающегося стекла. То есть лупы, когда мы просто отскабливаем клетки крови. Это та самая трансмарнохиальная биопсия, которая позволяет нам выделить непосредственно клетки опухоли, которую здесь видите здесь на слайде. Это наш первоначальный материал и то, что мы получили путем экстракции. Обычно это достаточно просто, но когда у нас пропорция содержания клеток опухоли меньше, этот процесс может стать гораздо сложнее. Здесь у нас много стромальной ткани, воспалительные процессы. Здесь вы видите инфильтрат опухоли, здесь, здесь и даже может быть здесь. Если вы возьмете материал целиком, вынести из него ДНК, тогда вы, возможно, получите гораздо больше нормального ДНК, чем ДНК опухоли. Для этого мы используем лазерный микроскоп и осуществляем это путем макро-дисекции. Таким образом, мы микроскопом здесь отмечаем образование. И вот это результат после макро-рисекции при помощи лазера. автоматически эта секция попадает в микроскоп, и обычно 80% фракции чистого ДНК клеток опухоли попадает на анализ. Это задача цитологов. Мы просто применяем тот материал, который мы собрали таким образом, и делаем это в лаборатории именно таким образом уже на протяжении 10 лет, и все хорошо работает. С технической точки зрения уже мы могли наблюдать значительный прогресс за последние 12 лет. Вы видите, такие настольные секвенсоры, они появились на рынке, они достаточно доступны по цене, вот такого размера. помещаются на обычный рабочий стол. Мы используем их для панельного тестирования с помощью секвенсирования нового поколения. Я не буду вдаваться в детали секвенсирования следующего поколения. По сути, вы берете образец ДНК, вставляете его в машину, он осуществляет автоматическое секвенсирование, обрабатывает огромное количество данных полученных, анализирует его с помощью компьютера. Мы можем одновременно посмотреть на 50 и больше генов с очень высокой чувствительностью, это его основная функция, и при этом мы можем использовать наши обычные цитологические образцы, формалин, парафин и так далее. мы обычно осуществляем 50% наших биопсий с помощью такого настольного секвенсора. Обычно для ДНК мы получаем 10 нанограмм с помощью такого прибора, они содержат порядка 200-300 клеток опухоли, это немного, и в образце количество клеток опухоли должно быть по меньшей мере 20%. Просто, чтобы вы понимали о том, о каком количестве клеток опухоли мы говорим, давайте посмотрим на этот трансбрахальный материал. Здесь вы видите карциномы, нормальные клетки вокруг нее. вчера я ночью считал, здесь порядка 150 клеток. Вы можете спокойно делать с этим анализ ДНК. Единственное, что вам нужно, это выделить вот эту область ДНК. Если бы у вас было в два раза больше, было бы еще лучше, но даже и с этим материалом вы можете делать все эти анализы, которые захотите. Я объясняю это для того, чтобы вы могли понять, что для 90% пациентов мы можем проделать эти анализы, они доступны по деньгам, материалы постоянно меняются, обновляются. У нас есть так называемые советы по ракам в каждой компании, которые выделяют 50 ген, которые должны таким образом быть исследованы. Но нам интересны здесь не все, например, нам интересна киназа на пластической лимфозе, но и не только это. У нас есть мутации БИРАФ, АЛК, КРАС, ПИК-3СА и многие другие. Все эти, во всех этих генах, если вы найдете в них мутации, вы можете улучшить состояние пациента, к нему можно подобрать какое-то лекарство или направить его на межклинические исследования. Таким образом, эта тема сейчас очень подвижная, в ней постоянно появляются новые средства, новые вещества, и соответствующие генетические изменения тоже происходят. Поэтому руководящие принципы НССА тоже были обновлены. Сейчас, когда я обновлял их последний раз, они уже немножко устарели, я имею в виду, то, что вы видите здесь на стайте. Здесь вы видите список мутаций и соответствующих лекарств. Не все из них одобрены, но они уже в наличии. здесь у нас есть интересные, даже очень редкие мутации, в том числе реаранжировка генов, что встречается нечасто, но даже для них есть уже какие-то препараты. Особенно любопытно попробовать их в клинических испытаниях для молодых пациентов. Как я уже сказала, в настоящее время, по крайней мере, в США эти препараты одобряются. Если у пациентов наблюдаются такие реаранжировки, возможно, они уже будут получать лекарства, но в Швейцарии у нас пока что эти лекарства не одобрены. В принципе, получить их можно, но они используются только в рамках специальных программ добровольного участия. Давайте поговорим сейчас о кеназе анапластической лимфомы. Здесь мы осуществляем тесты на реаранжировку, они достаточно редки, 3-7% людей с аденокарциномой, которые практически не курят или никогда не курят, а молодые пациенты. Очень высока вероятность того, что у людей с немелкоклеточным раком легких будет именно этот тип заболевания. В настоящее время крица цениб был одобрен для этих пациентов как лечение первого или второго порядка. Я не знаю, я имею в виду на четвертой стадии, я не знаю, как у вас в России, но в Европе он уже был одобрен для первой и второй линии, именно потому, что по этому лекарству существует достаточно большое количество убедительных сведений об их эффективности. Вот эти стандартные маркеры, которые были изначально приняты как обязательные для применения. Здесь вы видите флюоресцентную гибридизацию инусиду. В случае наличия реаранжировки киназо-анопластическая лимфома, у вас получается следующая структура. Вы видите, что АМЛ сливается с алк, и все это приводит к оверэкспрессии алка. То есть все это завязано на экспрессии алка. Для того, чтобы получить этот материал метрофлоресцентного флуоресцентной гибридизации инусиду, вам нужно видеть, что здесь они находятся близко и даже накладываются. Если наблюдается разрыв, они расходятся друг от друга и буквально на 180 градусов отдаляются. Что можно наблюдать в микроскопе? Вот это менее частая ситуация, когда мы видим только красный элемент и отсутствие соответствующего зеленого. В теории это выглядит очень просто и поглядно, но в микроскопе далеко не так. Здесь вы видите много гедов алк и опухолевые клетки. Вы видите, что они выглядят ненормально, у них много копий хромосомов, что и наблюдается здесь, но обратите внимание, как близко они здесь находятся. Здесь нет свидетельства реаранжировки, поэтому их можно считать алк положительными. Сейчас я вам покажу другие алкоположительные примеры, они наиболее типичные. Здесь у нас зеленые отдельно, красные отдельно. То есть вот эти находятся по отдельности, эти по отдельности. Здесь у нас 3-4 нормальных гена, которые не реанжированы внутри клетки. Это не означает, что все они всегда такими будут, но от этого много чего зависит. у нас бывает например другой пример, тоже опухолевые клетки, когда одна пара зеленая и красная вместе, а вот здесь зеленых не хватает. Примерно у 15% опухолевых клеток наблюдается такая картина. Для того, чтобы определять это, нужен опыт. Не всегда можно это сделать с точки взаим технического ослащения. интересно, что как будто иммуногистая химия стала распространяться, то гистология и цистология стали давать результаты, которые очень похожи на результаты флуоресцентной гибридизации инсиду. Что касается скрининга последующего анализа ФИШ, то есть анализа гибридизации инсиду. Возможно, вот этот метод иммуногистая химия АЛК заменит его. Не всегда это имеет место, но некоторые не все лаборатории это делают. Если вы видите следующую картину, в первом случае положительная, вторая и третья тоже положительная, тогда мы можем либо сразу продолжить ФИШ для АЛК и дальше с ингибитором АЛК, который в данном случае является кретоценибом. Вот здесь мы наблюдаем другой онкоген, который реанжирован в малых фракциях. Только 2% пациентов имеют такое. Здесь мы используем ту же самую технологию. РОС специфичную ФИШ пробу. Здесь мы наблюдаем такую же реорганизацию, как и в опухоли с АЛК. Возможно, вы знаете результаты этих клинических исследований. Здесь мы видим очень хорошие показатели по реаранжировке рака легкого с РОС-1 положительными опухолями. Именно по этой причине это лекарство было одобрено в в марте 2016 года. Скорее всего, в Европе его тоже скоро одобрят, потому что хорошие результаты налицо. Но нам нужно сделать как минимум 50 биопсий, для того, чтобы найти одну положительную. Это немножко для нас проблематично, потому что всегда неприятно видеть негативные результаты, но зато какая радость, когда мы хотя бы иногда находим положительные результаты. То же самое для ALK. Существует особый тест FISH для ALK, который дает нам сигнал, что в данном случае это клетки либо нормальные, либо отрицательные, либо положительные. Есть также иммуногистохимиотест, который тоже может помочь. Если у вас нет теста FISH, вы можете использовать иммуногистохимию, что, конечно, гораздо проще. Здесь вы тоже видите диффузный положительный. гетерогенную вариабельность, но в данном случае его тоже можно описать как положительный. По мере того, как мы узнаем о большем количестве реаранжировок, материал становится все более сложным, то есть мы больше не можем делать мутационные тесты в случае трех и четырех частной реаранжировки, потому что тогда они будут очень дорогие, и у вас будет слишком мало материала. Для этого была разработана такая так называемая панель генных слияний, которая работает путем выделения РНА из клетки. Здесь мы используем следующее поколение секвенсирования, уже смотрим на конкретной реаранжировки генов. Что мы здесь смотрим, какие гены мы видим АЛК, РЭД, РОС-1 и некоторые другие, которые очень неохотно реагируют на лечение, но этим мы занимаемся всего лишь последние несколько месяцев, возможно, здесь будут интересные результаты. Хотелось бы поговорить о другой интересной теме, это приобретенная устойчивость к немелкоклеточному раку к легке. и проводилось АЛК-тирозинкеназа ингибиторы, а также тирозинкеназа ингибиторы, это новые назначения, новые применения, или, например, другие онкогены, которые не имеют отношения к АЛК-тирозинкеназа ингибиторы. Но, к сожалению, специфические терапии пока не разработаны в отношении вот того количества АЛК-ниспецифического тирозинкеназа ингибитора. Но, если мы говорим о ИГФР, более чем половина всех резистентных случаев прежде всего вызвано вот этим акзоном Т790М мутации, что вызывает резистентность. Ну, что же делать? Как определить механизм резистенции? Нужно ли повторять повторную биопсию? Это не всегда легко. Если у вас очень легкий доступ, то это может быть сделать. Но другая опция, которая становится чаще части у метастетических пациентов проводения жидкостной биопсии. То есть опухоль ДНК можно проводить экстракцию из крови. Это так называемая жидкостная биопсия. Метод может использоваться, да. Это очень высокий, очень чувствительный метод секвенирования генной следующего поколения или ПЦР. Что же мы говорим о жидкостной биопсии? В прошлом это считалось каким-то футуристическим подходом, но сейчас это становится рутинной клинической практикой. Я буду говорить о циркулирующей в крови свободных клеток, ДНК свободных клеток. Это очень важно. У нас имеются клетки, опухолевые клетки, они подвергаются апоптозу и ДНК опухолевых клеток в течение нескольких часов находятся в кровяном русле. И мы можем взять кровь, выделить ДНК, вот это новое, нормальное ДНК и ДНК опухоли. Но, конечно, проблема превалирования, поскольку нам очень нужны техники для того, чтобы выделить это ДНК, ну, приблизительно 10 миллилитров. Мы используем геномную оценку по Т7 мутации, Т7 мутации. Это первый пациент, которых нам попросили клинически. У пациента был диагноз экзон-19 мутации в гене EGFR. Сделан был бронхо-альвеолярный лаваж. Пациент получала лечение, но у нее были очень серьезные осложнения, и через 6 месяцев была сделана биопсия, было сделано секвенирование следующего поколения. Зеленым показана мутация, но внезапно мы обнаружили новую Керас-мутацию, которая вот как раз в это время на этой биопсии была обнаружена. пациентка получила биопсию, пациентка получала него тимап, но, к сожалению, опять произошел рецидив. Мы обнаружили, что мутация Керас исчезла, может быть, в результате лечения химотерапии, но Т7-90 мутация появилась, и мы можем отслеживать геномную эволюцию опухоли во время, повторяя мутационный анализ и корректируя нашу терапию. Эта пациентка ответила на Т7-90 специфический препарат. Очень важно также проводить иммунотерапию. У нас имеет клетка опухолевая, как только опухоль побугает. Это, например, враг, а это солдат. Клетка сама защищает себя ПДЛ1, который парализирует цитотоксическое действие. И мы, если опять применяем препарат ПД1, блокируется, и вот эта парализация, скажем так, исчезает, и цитотоксический препарат становится активным. Клетка защищает себя с помощью данных рецепторов ПДЛ1, и если мы блокируем этот рецептор ПДЛ1, то цитотоксический препарат становится активным. И это показано, что вот в этих случаях, где клетки, раковые клетки экспрессируют ПДЛ1, то именно вот такие пациенты с такой опухолью будут более активно отвечать на терапию. Вот ПДЛ1 положительные, это нормальные альвеолярные микрофаги, а это полная отрицательная опухоль. тот факт, что окружение клетки, опухолевые клетки, имеет рецепторы макрофаги, это определенный предикативный фактор, который мы можем использовать для оценки эффективности или неэффективности нашего лечения. Поэтому необходимо, надо тестировать вот эту экспрессию этих рецепторов, но становится все еще более осложненной ситуацией, это такая дилемма предикативных факторов ПДЛ1 в случае проведения иммуногистой химерки, для того, чтобы разрабатывать ПДЛ1, например, препараты, которые будут блокировать данный рецептор и делать клетку опухолевую незащищенной. Это пять препаратов, пять различных предикативных маркеров, с пять различных антител, на различных иммуноокрашенных платформах. Большинство из всех этих исследований или их препаратов прежде всего смотрят на положительные или отрицательные клетки в отношении данных рецепторов и иммунных клеток. Существует два платформа, две платформы для антител, различные значения котов, различные системы. Это еще один пример. Петролизумаб препарат Мерк производит. Мы делали определенный тест ДАКО с определенными антителами для того, чтобы определить пропорцию опухолей, в частности, определенные очки. Но тест было больше, чем 50%, то есть более 50% клеток опухолевой были положительные, и поэтому можно назначать этот препарат в данном случае, но это не всегда так легко сделать. Приблизительно это в случае 50-40%. Еще больше сложно с РОЖ. Опять же, мы оцениваем положительность опухолевых клеток иммунных клеток ПДЛ-1 положительных. Существуют различные пороги для иммунных клеток и для опухолевых клеток. Совершенно ясно, что необходимо достаточно большое количество образовательной работы и тренировки, прежде всего, патоморфолога, для того, чтобы правильно применять все эти тенденции. Конечно, требуется много лет, но, может быть, это наш вариант будущего. И, резюмировая, я хочу сказать, анализ биомаркеров – это та область исследования, которая развивается очень активно. Конечно же, мы сталкиваемся с огромным количеством сложностей, в частности, это обогащение, это получение материала, но появляются новые материалы, жидкостная биопсия, секвенирование генных панелей следующего поколения. Естественно, нам нужен мультидисциплинарный подход. Мы должны работать вместе с молекулярными биологами, пульмонологами, патоморфологами. Спасибо большое. Если вы не против, то мы дискуссию развернем после следующей презентации.